Уважаемые дамы и господа, начинаем совместную пресс-конференцию глав внешнеполитических ведомств России и ГАБОНа. Добрый день. Мы обсудили состояние наших отношений, вспоминали про годы десятилетия нашей дружбы, сотрудничества и намечали пути продвижения связей во всех областях. Мы подтвердили дальнейший настрой на развитие взаимоотношений на основе принципов равноправия, уважения и с учетом, конечно же, интересов друг друга. Именно на это нас нацеливает встреча, которая состоялась в июле 2018 года между президентами двух стран в Москве. Мы видим серьезные резервы для того, чтобы наращивать торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество. Договорились предпринять дополнительные шаги по реализации перспективных проектов в таких областях, как добыча углеводородов, энергетика, создание инфраструктуры. Целый ряд российских компаний, мы сегодня тоже об этом упоминали, проявляют конкретный интерес к тому, чтобы найти партнеров в Габоне и продвигать взаимовыгодные договоренности уже, так сказать, на земле. И мы будем оказывать, об этом тоже мы с господином Миссом договорились, оказывать содействие представителям деловых кругов для того, чтобы они устанавливали между собой прямые контакты при поддержке, естественно, правительств двух стран. И в этом смысле одной из ближайших важных возможностей для придания этим договоренностям практического характера является предстоящий Петербургский экономический форум, который откроется буквально через несколько дней в нашей северной столице. Ну и расширению нашей торговли будет способствовать заключению межправительственного соглашения о сотрудничестве в таможенных делах, работа над которым сейчас завершается. Продолжим сотрудничать в деле подготовки в наших университетах высококвалифицированных кадров для Габона по просьбе Лебревиля на ближайший учебный год. Было выделено дополнительное количество стипендий за счет нашего государственного бюджета. Есть уже у нас первый опыт, и тоже его будем развивать, подготовки кадров для армии Габона, для правоохранительных органов. Есть договоренности между Министерствами обороны, правовые рамки для этого созданы. Мы готовы и поставлять продукцию военного назначения в интересах повышения обороноспособности государства Габон. По внешнеполитическим делам, мы уже сказали, что есть протокол от мая 2001 года, который закладывает прочную системную основу для координации наших шагов. И мы подтвердили сегодня совпадение или близость подходов к ключевым вопросам современности. Прежде всего, к необходимости уважать и выполнять положение Устава ООН и обеспечивать уважение суверенитета, территориальной целостности государства, обеспечивать принцип невмешательства во внутренние дела и обеспечивать политико-дипломатическое урегулирование любых конфликтных ситуаций. И, конечно же, позиция Габона, так же, как и позиция России, заключается в том, что каждая страна, каждое государство, каждый народ имеет право самостоятельно определять модели своего политического и социально-экономического устройства. Обменялись мнениями о сотрудничестве на площадке ООН, в том числе по вопросам, которые там сейчас активно обсуждаются относительно реформы этой всемирной организации, в том числе реформы Совета Безопасности. Мы подтвердили нашу позицию, которая заключается в необходимости исправить перекос в членском составе Совета Безопасности ООН, где сейчас доминируют, непропорционально доминируют представители западных и союзных с ними стран, а развивающиеся страны очень серьезно недопредставлены. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы реформа Совета Безопасности концентрировалась прежде всего на расширении участия в этом органе представителей развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки. Мы говорили о том, как важно реализовать договоренности, которые были достигнуты на первом саммите России и Африки в Сочи в октябре 2019 года по причинам, связанным с пандемией коронавирусной инфекцией. Мы целый ряд мероприятий не смогли реализовать. Правда, многие состоялись в режиме видеоконференции, но главное, созданы конкретные механизмы по дальнейшей работе на этом направлении, включая подготовку очередного саммита, который должен состояться в следующем году. Особое внимание уделили положению дел на африканском континенте. У нас общее мнение, что для эффективного решения многочисленных проблем, которые здесь сохраняются, необходим комплексный подход, который предполагает, прежде всего, скоординированные действия самих африканцев при поддержке мирового сообщества. Именно при поддержке, а не путем подмены тех решений, которые вырабатывались бы самими странами континента. В предметном плане рассмотрели сохраняющиеся очаги нестабильности, в том числе в Центральной Африканской Республике, в Демократической Республике Конго, в Мали, в Чаде и в целом в Сахаро-Сахельском регионе. Оценки, которые нам высказали наши коллеги, весьма и весьма полезны. Мы будем их учитывать в своей дальнейшей работе по проблемам африканского континента, как в рамках Совета безопасности ООН, где эти проблемы доминируют на повестке дня, так и в наших двусторонних контактах с Африканским Союзом, с субрегиональными организациями и в контактах с отдельными странами, которые проявляют инициативу в продвижении мирных решений. И одна из таких стран Габон, и мы условились эту часть нашей работы постоянно держать на контроле. Ну и, конечно, подробно говорили о необходимости наращивать потенциал мирового сообщества и конкретно африканских стран в противодействии терроризму, пиратству в Гвинейском заливе, который обретает достаточно серьезные очертания. И на этот счет тоже есть готовность и уже практические результаты в том, что касается участия России и Габона в соответствующих усилиях мирового сообщества, в том числе под эгидой ООН. Я считаю, что переговоры были весьма полезными и точно совершенно позволили составить видение тех конкретных шагов, которые мы предпримем для их дальнейшего развития. Спасибо. Спасибо. Мы провели очень плодотворные переговоры с коллегой, с министром иностранных дел Российской Федерации. В ходе наших переговоров мы рассмотрели не только вопросы двусторонней повестки, а их много. Потому что нужно сказать, что у наших стран прекрасные дипломатические отношения. Мы сотрудничаем уже много лет не только в сфере дипломатии, но, например, и в сфере экономики, которую, конечно, необходимо укрепить. Мы готовы идти дальше в плане объемов нашего торгового оборота. И действительно, вскоре пройдет международный экономический форум в Петербурге уже на следующей неделе. И Габон будет представлен делегацией высокого уровня. Мы также начали переговоры об укреплении экономического сотрудничества в сфере добычи углеводородов, а также в сфере фармацевтики и многих других, которые помогут нарастить нам потенциал двусторонних контактов. Также есть сфера военно-технического сотрудничества, потому что со стороны Российской Федерации мы получаем поддержку и в плане подготовки кадров наших военных, и Российская Федерация предоставила Габонской Республике дополнительные места для подготовки габонских военных, которые лишь укрепят наш оборонный потенциал. Также мы уже получили продукцию военного назначения, и новые поставки ожидаются в будущем в плане международного сотрудничества. Мы, конечно же, обсудили повестку ООН, вопрос реформы ООН, и, в частности, позицию африканских стран, которая опирается на консенсус из Ульвинии, из Хирских соглашений. Африканские страны, развивающиеся страны, на наш взгляд, должны занять место постоянного члена Совета безопасности ООН. Мир изменился, мир продолжает эволюционировать. Он все больше становится одной большой глобальной деревней, где дистанции сократились, учитывая возможности современных средств коммуникации, и каждая страна стала ближе к другим, чем то, как это было в прошлом. И сегодня, к сожалению, Африка на постоянной основе не представлена в Совете безопасности, при том, что мы знаем, что большая часть повестки Совета безопасности ООН как раз касается африканских вопросов. Как может существовать международная организация, которая занимается африканскими вопросами, но в которой Африка сама не может высказаться так, чтобы ее мнение на постоянной основе учитывалось. Мы признательны российской стороне, которая поддерживает такой подход, такое движение в сторону большей открытости. Мы обсудили вопросы безопасности в отдельных регионах мира, особенно, например, в ЦАР, в Демократической Республике Конго, вопросы стабильности в этих странах. И я сказал господину министру, что, к счастью, произошли выборы, произошло переизбрание президента Туадера, хотя контекст был сложный. Африка продолжает его поддерживать, и мы рады, что в этой стране, наконец, начинается потихоньку возвращаться в мир. Это страна, наш близкий сосед. Мы также обсудили проблемы морского пиратства в Гвинейском заливе. 70% пиратских нападений происходит как раз там, от Анголы до Нигерии. Вся эта зона очень обширная, и пиратство подпитывает теракты и в этой части мира, и во всем Сахаро-Сахельском регионе. Мы также обсудили ситуацию в Чаде, ситуацию в Мали, и также, как я сказал, дестабилизацию в ДРК. Необходимо поддерживать процесс перехода во всех этих странах, нужно быть внимательным и делать все для того, чтобы уровень напряжения смог уменьшиться. Это касается и глобальной ситуации в целом. Обе наши страны поддерживают подход невмешательства. Это мы тоже озвучили. Каждый может давать советы, делать все лучшее для своей страны, но никто бы не становился диктатором или не диктовал что-то другим. Здесь нет учителей и учеников. Мы просто делимся своим опытом на основе своего народа. У каждого народа своя история, именно на основе такой истории он и формулирует свои планы на будущее и свою судьбу. И у нас много точек соприкосновения с Российской Федерацией по таким вопросам. И мне хотелось бы поблагодарить господина министра Лаврова за его открытость, за ясность его позиции, его высказываний, и поблагодарить руководство Российской Федерации за очень теплый прием, который был нам оказан и мне лично, и делегация, которая меня сопровождает. Это еще раз показывает близость и качество наших отношений. Вопросы, пожалуйста, Российское информационное агентство ТАСС. Добрый день, Иван Калаганов, ТАСС. У меня вопрос один Сергею Викторовичу и другой господину Габанскому министру. Первый вопрос. Леонид Кравчук, глава украинской делегации в контактной группе, буквально сегодня заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию в Донбассе. Это становится заявлением актуальным и особенно острым в связи с последними событиями вокруг Белоруссии. Сергей Викторович, как вы считаете, как бы вы могли прокомментировать эти слова, и действительно ли Минск может перестать быть такой площадкой? И второй вопрос господину министру, Габанскому министру. Сейчас активно готовится проведение следующего саммита России-Африка, который состоится в 2022 году. Как, по-вашему, данный формат будет способствовать укреплению сотрудничества между африканским континентом и Россией? Какие ожидания у вас от него? Спасибо. Хочу сказать, что мы всецело поддерживаем и приветствуем инициативу Российской Федерации, которая создала этот саммит Россия-Африка. Российская Федерация огромная страна с долгой историей. Также известна не только ее история, но и ее обширные компетенции в экономике и в промышленности. И, конечно, было очень полезно, чтобы Россия услышала голоса Африки, которые были к ней обращены, и чтобы все мы могли извлечь выгоду из такого обмена, и чтобы мы, страны, продолжающие свое движение в сторону развития, могли заключить партнерство, которое бы постоянно продолжали укрепляться. И второй форум будет очень важным. Конечно, Африка от него только выиграет. речь не только в этих обменах. Что здесь важно? Что эти обмены происходят не в одном направлении. Не только Африка извлечет выгоду от таких встреч, но я надеюсь, что Африка сможет внести и свой вклад в подарить что-то России. И мы уже видели в ходе оценки прошедшего саммита, что это было полезно для обеих сторон. И, говоря об этом форуме, я хотел подчеркнуть, что особенность этого форума, что между Россией и Африкой существуют особые отношения. Этот форум для нас возможность пожать руку России, которая не протягивает нам руку, а пожимает ее. Это свидетельство уважения, которое Россия проявляет Африке, и это также свидетельство доверия, доверия к этому партнерству. Это очень активное и взаимовыгодное партнерство. Так что, да, отвечая кратко, конечно, этот саммит будет очень полезным и пройдет очень позитивно. Я тоже могу два слова хотел бы сказать на эту тему. Пандемия, понятно, вмешалась в реализацию мероприятий, которые были согласованы на Сочинском саммите, но тем не менее многие из них, как я уже сказал, в режиме видеоконференц-связи реализовывались и продолжают реализовываться. Мы надеемся, что в самом ближайшем будущем возобновятся и очные контакты, в том числе политконсультации между министрами иностранных дел Африканской тройки и Российской Федерации, в том числе по вопросу о подготовке к проведению второго саммита. Хочу напомнить, что помимо политической декларации, которая на первом таком мероприятии была принята, согласован и подписан меморандум об основах взаимоотношений между правительством Российской Федерации и комиссией Африканского Союза. У нас в Министерстве иностранных дел создан секретариат форума Россия-Африка, который будет работать и работает уже на постоянной основе, в том числе сейчас дорабатывается для передачи в комиссию Африканского Союза план действий по сотрудничеству. То есть есть рамочные документы, декларация и меморандум об основах взаимоотношений. А сейчас уже готовится документ, излагающий конкретные практические шаги по материализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Что касается вопроса, который был мне адресован на дальнейшей работе контактной группы и отказе, как он заявил господина Коровчука, продолжать ее деятельность в Минске из-за событий вокруг Белоруссии, которые сейчас всех занимают, хочу подтвердить то, что уже не раз Москва официально заявляла. Мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу. А белорусские власти четко сказали с первых же минут после этого инцидента о своей готовности к транспарентности, к открытому расследованию, к приему соответствующих экспертов, к предоставлению всей информации и необходимых материалов. Часть этой информации они уже в одностороннем порядке распространили. Но наши западные коллеги, особенно прибалтийские страны, ведут себя, вы знаете, просто по дипломатическим меркам неприлично, да, наверное, по человеческим меркам тоже. Громогласно объявили о санкциях, также громогласно требуют провести независимые международные расследования, игнорируя то, что это было сразу же предложено белорусскими властями, но требуя расследования, они уже объявили о так называемом наказании. Это манеры, которые, к сожалению, сейчас проявляются у наших западных, у многих наших западных коллег, далеко не только по этому поводу. Что же касается заявления господина Кравчука, в принципе, он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как дальше будет работать контактная группа. Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утверждена резолюция Сайта безопасности ООН. Поэтому, я думаю, те, кто подписывал этот пакет документов, они, наверное, будут договариваться о том, как дальше эту работу выстраивать. Ну и если уж господин Кравчук решил ссылаться на ситуацию с самолетом, который принадлежит компании Районер, то где же такие же переживания, кстати, не только у него, но и у западных коллег по поводу того, что произошло в 2016 году, когда вообще без какого-либо объяснения с бомбой или не связанного или не связанного с бомбой, просто на ровном месте сказали, что надо посадить самолет белорусских авиалиний с тем, чтобы снять с борта человека, который участвовал в мероприятиях антимайдана, то есть возражал против незаконного антиконистационного переворота, против вооруженного захвата власти, противостоял тем, кто пришел в итоге в Киеве на ведущие позиции, прежде всего это были ультра-радикалы с неонацистским душком. Вот за то, что человек высказался против антигосударственного переворота, без всякой бомбы, украинские власти просто посадили белорусские самолеты сняли с борта этого гражданина. Так что я бы все-таки не путал сюжеты, и если, конечно, украинская сторона не хочет найти какой-нибудь повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, что как минимум Франция и Германия, как соавторы минских договоренностей, не позволят украинской власти сделать это. Все. Спасибо большое. Всем спасибо. Пресс-конференция завершена. Прошу.